Волна за волной Году в 88-м, когда церкви начали понемногу возвращать храмы, знакомый архиерей, для которого мой муж собирал материалы по истории Владимирской епархии, предложил ему принять дьяконский сан и отправиться служить в Муром, где открыли единственный в этом городе православный храм. Если бы это было предложено ему четырьмя годами раньше или шестью годами позже, он бы тут же согласился. Но в ту пору у нас были такие сложные семейные обстоятельства, что переезжать всей семьей с детьми-школьниками не представлялось возможным, и он отказался. И вот когда в 95-м году он все-таки был рукоположен в дьякона, а затем и в Ирея, и стал служить в храме святой мученицы Татьяны, ему приходит письмо из Мурома. В конверт вложена фотография храма, а на обороте надпись. Этот храм был последним, который закрыли в Муроме в 1937 году. Там служил дьякон Вигелянский, расстрелянный безбожной властью. В 1988 году храм был снова открыт, и с тех пор там совершается божественная литургия. Такая-то была привиденциальная и символическая весть. Последний священнослужитель перед закрытием храма был новым мученик Вигелянский, и первый же после его открытия должен был тоже стать Вигелянский, то есть мой муж, чтобы восстановилась связь времен, сомкнулись звенья, пошла волна за волной. Получилась бы история прямо из какого-нибудь канонического жития. Но так наглядно, красиво, буквально и неправдоподобно не получилось. Единство места не удалось. Один служил там, другой служит здесь. Да и Владимирский владыка, предлагавший моему мужу рукоположение в Муроме, вовсе тогда не знал фамилию последнего муромского священнослужителя, и предложил это, движимый не столько человеческой логикой и расчетом, сколько какими-то иными импульсами и токами. Так вот, я дерзаю высказать предположение, что это промысл Божий владел здесь тайной драматургической интриги. Это он что-то такое владыке нашептывал и подсказывал, к чему-то моего мужа подводил и подталкивал, сопровождал, присутствовал. Словом, был где-то тут, чтобы мы, уже постфактум, обнаружили его действия в удивленном и радостном узнавании.